Здравствуйте, дорогие друзья! У вас в гостях научно-образовательный канал, программа «Учёные записки». Японский меч – душа самурая. Он отличается от других видов холодного оружия легким изгибом, рисунком стали, бритвенной остротой и необыкновенной прочностью. Клинок может стоить целое состояние. Когда и как зародилось это оружие, помогла ответить необыкновенная находка томских ученых. Амакуни вышел из кузни, чтобы поприветствовать воинов. Но император даже не взглянул на него. Битва проиграна. Половина мечей сломана. Кузнец заплакал и прошептал. Я сделаю мечи, которые не подведут в самой жестокой битве. Семь дней и ночей Амакуни молился, а затем с сыном заперся в кузнице. Прошло две недели. Изможденные, но радостные кузнецы вынесли на свет меч. Так по преданию родился самурайский меч, ставший символом победы и отваги на все времена. Почему меч основа? Мы это движение сделали, теперь это же движение я делаю. Противник наносит боковой удар. Опять одно движение. Бой закончен. Ржавые клинки. Две тысячи лет назад они были грозным оружием. Кочевники Великой Степи ценили их невероятно высоко. С их помощью человека растекали до седла. Отбивались от врагов. Достигали победы. Яркая и опасная жизнь оружия осталась далеко в прошлом. Сегодня клинки хранятся в фондах университетского музея. Официально их называют Елыкаевским кладом. Вот здесь имеется несколько мечей. Меч, в отличие от остальных типов длинноклинкового оружия, всегда двулезвийный. Вот у него есть два лезвия с обеих сторон. Или меч всегда прямой. Это понятие классического меча. Кочевника хоронили вместе с конем. Воин уходил в иной мир в полном снаряжении. В сибирских погребениях находят боевые щиты, украшенные оленями, колчаны для стрел, футляры для луков и, конечно же, мечи. Очень много медных и бронзовых изделий с позолотой, иногда золотых встречается. Очень оружия много, разных украшений. Кольца, браслеты, лицевые покрывалы различными бляшками закрывалось. Различное оружие. Это гунская таштыкская культура, это время война, какого-то героического эпоса. Везде битвы, и везде войны, и на коне войны, и с пикой войны. И заканчивается наше погребение, как бы тюркское захоронение, простым захоронением воин с конем в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. Уже бронзовых изделий нет, встречаются только железные изделия. А то, что с воином иногда сопровождало его верное животное, то это было как бы нормально. Железный век в Западной Сибири начался в конце первого тысячелетия до нашей эры. Территорию населяли многочисленные племена. Отношения таежных охотников, рыболовов, лесостепных скотоводов часто были враждебными. Порой они переходили в вооруженные столкновения, и только от мастерства воинов, качества оружия, зависела жизнь всего племени. Только это обеспечивало превосходство над противником. Эти вот клинки сваривали из трех полос, то есть две полосы боковые были из мягкого металла, а центральная из очень жесткого металла. И за счет этого происходило так называемое самозатачивание. Даже при рубке, при самой, когда клинок идет по каким-то материалам, и они ему оказывают сопротивление, то скользя внутри как бы вот этого вот разреза, стираются внешние пластины мягкие, и вот эта сердцевина жесткая, острая, она наоборот еще больше выступает. Многие тайны производства клинков так и остались неразгаданными. Неудивительно, ведь ковка меча всегда была сродни священодейству. Она должна была оградить меч его владельца от сил зла, сохранить ему жизнь в жестоком бою. Мастерство древних кузнецов до сих пор вызывает восхищение. Ну, все ровненько. Облегчили маленько. Сожгли, да? Все. А дальше уже пошло. Развитие металлургии кузнечного ремесла позволяли изготавливать более легкий и эффективный клинок. Металл получали из магнитного железняка и железистых песков. Вот так же, по ударами молота, плющится и удлиняется заготовка. Процесс повторяется снова и снова, днями и неделями. Вес заготовки снижается с начальных 9 до 1 килограмма. Проковка, дутягивание, многократное складывание и новая проковка. Кузнечная сварка, зонная закалка. И все для того, чтобы сделать клинок гибким и прочным. Чтобы дать воину преимущество в бою. В японской военной практике у них есть как длинные, так и короткие мечи, так называемые. Вот если посмотреть на этот меч, он вполне соответствует второму, или запасному, или как он там, я точно не знаю, конечно. Он употреблялся, этот меч. То есть длинный, вот этот катана меч, боевой, основной. И вот покороче. Точно такой же экземпляр мы имеем в этой коллекции. Каким бы ни было оружие, оно всегда уникально. Двух одинаковых клинков в мире нет. Неудивительно, что его всегда одухотворяли. Его нельзя было передавать, воровать. Духи могли не принять нового владельца, покарать его. В рукоятки мечей порой вкладывали амулеты и мощи. А трофеи, добытые в бою, имели особую ценность. Настоящий мастер всегда чувствовал и чувствует силу и душу оружия. Делаю движение вверх-вниз, движение сюда. Смотрю, как идет движение. Все. Является ли это моим оружием? Чувствую, что оно является моим естественным оружием. Все. Я почувствовал. Оно может быть не мое, может быть длина, вес. Потому что все соответствует индивидуально человеку, даже тип нервной системы. Это собрание называется «Елыкаевский клад» по месту обнаружения. Древние сибиряки хранили оружие в Лапазе. Оно менялось, модернизировалось. И это на протяжении многих веков. Так что по ним можно проследить логику развития оружия. И не только в Сибири. Если тут все это разложить и очень тонко классифицировать, то можно наблюдать очень последовательное изменение формы клинка от абсолютно прямого к очень круто изогнутому. И в конечном итоге все это заканчивается изобретением сабли. Вот классическая средневековая сабля. Рубящий удар меча или палаша – то же, что удар топора, поражает только одно место удара. Сабельный удар другой, с протягиванием. Она катится по телу и оставляет за собой длинную глубокую рану. Сабли и меч часто оставались последним аргументом в споре. Даже обычный нож подростка делает сразу обладателем 10-го дана по карате. Поэтому, естественно, в виде бой с голыми руками, как показано в фильмах кунг-фу или в японских фильмах, это глупость. Меч, меч, меч – это основа была. То же самое было в Европе, то же самое было в Азии и так далее. Многие вкладывали мистику в мяч. На самом деле, вся техника меча – это один удар. И бой закончен. Бой закончен. Все. Не надо ничего. Ушел, уступил, ударил. В зависимости от положения кисти меняется техника. В зависимости от того, что у тебя на голове шлем или ты без оружия, меняется замах меча. Опытный специалист по форме клинка, виду заточки, наклону рукояти многое может сказать о конкретном оружии. Где, как и когда оно было создано. В каких видах боя применялось. Пешим, конным строю. Кому принадлежало. Об этом рассказывает отделка ножен и клинка. Некоторые экземпляры создавались не один год. В их отделке применяли золото, серебро, рубины, сапфиры. Они ценились и до сих пор ценятся, как величайшее культурно-историческое сокровище страны. Хранятся в музеях. Вспомните оружейную палату. Если были рыцарские мощные доспехи, то техника была примитивной. И мечи представляли собой простую мощную дубину металлическую. Представляете, это один момент. Поэтому использовались секиры, всевозможные топоры, бердыши, пики, копья и так далее. Они все работали, но техника была очень примитивной, потому что мощным было вооружение. На Востоке не было таких мощных доспехов, как в Европе. Поэтому на Востоке началось развитие то же самое, что Восток застыл примерно на уровне 16-17 века европейского. Подобное изменение оружия характерно вообще для разных стран и регионов мира. Будь то Сибирь, Азия или Европа. Форма самурайского меча из того же ряда. Поэтому легенды о его исключительности скорее в дань молоде. Во втором веке нашей эры на территории Сибири данные виды формы оружия уже использовались. А в Японии он появился гораздо позже, по крайней мере на 5 веков. И одним из доказательств этого стало археологическое открытие томичей, сделанное еще в 19 веке. Уникальность этой коллекции, во-первых, в ее локализации. То есть вся она найдена в одном месте. О ней можно говорить как о цельном оружейном комплексе. Во-вторых, уникальность ее в том, что вот этот материал, как я уже говорил, дает возможность очень дробно классифицировать клинки. Проследить их эволюцию, как они изменяются. Подобных коллекций нет. По крайней мере на территории бывшего Советского Союза или теперь России подобной коллекции в таком объеме и в таком разнообразии просто нет. Это единственная коллекция. Так никогда грозное и неотразимое оружие становится научным материалом. Остаются в легендах подвиги великих воинов. Холодное оружие превращается в символ власти и богатства коллекционеров. Число мастеров боевых искусств я не смотрю, не считаю Россию. Россия немножко, вот здесь отношение на задворках оказалось, этого процесса. Я смотрю Америку, Европу, все. Все, резко сократилось число школ, число мастеров, все. С одной стороны, боевые школы ушли, типа фитнес появился для здоровья. Ну, и другое направление – это шоу. Красивые бои и так далее. Вот, как бы, всевозможные микс-маш, хладцы, бои, там бои без правил, бокс и так далее. Это красиво. То есть прикладного аспекта вообще сейчас нет? А прикладной аспект, он остается очень маленький. Очень узкая прослойка. Это там профессиональные телохранители, те, кто сами фанаты, кто занимался, кто занимается, они только поддерживают. А на самом деле же прикладной аспекта нет. Неужели все? Митя ушел в прошлое. Безвозвратно? Нет. Он был и останется в веках олицетворением духа воина. Возьмите в руки старинный меч. Вы явно почувствуете силу и мужество, зов предков и дух времени, красоту и надежность, воплощенные в металле и пробивающиеся к нам сквозь столетия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok